Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Захарии, обратимся ко второй главе. Вторая глава с одной стороны очень короткая, а с другой стороны содержит опять несколько, не одно, а несколько удивительных видений, которые Бог дает пророку. Начинается вторая глава с того, что пророк поднимает взор и видит человека, у которого в руке землемерная верфь. Так же, как видел человека с этой измерительной верфью и тростью пророка Изекииль полустолетием раньше. И вот пророк спрашивает этого человека, куда ты идешь? Ну, то есть, вероятно, он израильтянам в Иерусалиме, выйдя на то место, где был когда-то храм, свидетельствует, говорит, Вот, Бог мне показал, я увидел человека с землемерной верфью и спросил его, куда он идет. И этот человек говорит ему в видении, говорит пророку, измерить Иерусалим, чтобы видеть, какова ширина и длина его. Измерить, собственно, не столько важна величина в метрах и сантиметрах, сколько, может быть, лучшим переводом было бы, я иду, разметить, размерить площадь Иерусалима. И вот пророк говорит своим современникам, Бог посылает человека с измерительной верфью, чтобы размерить пространство, разметить отдельные территории и части, участки земли, потому что Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Вот как обычно, у Бога всегда неожиданный план. Возвращенцы, те, кто вернулись в Иерусалим, думали, надо начинать со строительства храма. Другие, надо начинать со строительства стены. Третьи, надо начинать с организации производства, чтобы был доход. А Бог говорит, для людей жилье построите сначала. Вот что выбирает Бог в этом веере возможностей. Храм, стены, экономика. Для людей жилье построите и размерьте. Чтобы было место для людей, потому что они умножатся. Умножу я Иерусалим. А стеною, говорит Господь, я сам буду для них огненной стеною. Эту заботу я возьму на себя. Вот потрясающее совершенно, конечно, откровение. Крайне неожиданное для возвращенцев, которые думают, что жизнь коренится, начинается в чем-то другом. Она начинается в простой человеческой жизни. А не в грандиозностях. И дальше, вторая половина главы, это обращение снова к тем, кто остался еще в Вавилоне. Потому что невозможно же было, чтобы все угнанные израильтяне, к тому же умножившиеся в числе в Вавилоне в плену, родившие потомков, чтобы они все разом встали и перешли в Израиль. Ну, так не бывает. Конечно, это было много караванов. И вот к тем, кто еще остается, видимо, обращается Бог и говорит, «Эй!» Прямо вот так вот. «Эй!» «Бегите из северной страны!» «Хватит уже, что вы там торчите!» «Идите из северной страны!» «Говорит Господь!» «Потому что я вас рассеял по четырем ветрам, но теперь я хочу, чтобы Сион спасался!» «Спасайся, Сион, обитающий у дщери Вавилона!» И вот Господь говорит о том, что Он посылает вестников Своих для того, чтобы прославиться над народами, угнетавшими народ Божий. «Касающийся вас касается зеницы ока его». Вот так. Снова на самом деле это разговор о том, что уже Захария провозглашал в предыдущей главе. «Касающийся тебя касается зеницы ока моего», говорит Господь. Вот Он сострадающим народом Божьим. Он с теми, кто подвергается угнетению. И нет правды Божьей в том, чтобы совершать насилие над другими, какими бы возвышенными предлогами мы не оправдывали бы совершенное нами насилие. Что бы мы ни говорили, что мы тем служим Богу, что мы там противостоим чему-то еще, нету правды в насилии. Никогда. «Касающийся вас касается зеницы ока моего», говорит Бог страдающим людям. И это потрясающе тоже важные вещи, которые, в общем, не хочется слышать. Это сложнее, чем мы привыкли думать. Сложнее. Нам-то хочется, чтобы все было просто. Эти плохие, Бог на них гневается, мы на стороне Бога и угнетаем тех, на кого Бог гневается. А так не получится. Помните, как у пророка Исаии Бог говорит, «Я один, топтавший в точиле, не было рядом со мной никого. Никто, кроме Бога, не может, не должен, не имеет права гневаться на другие народы». Вот это очень важная здесь идея. И вот Господь говорит, «Я подниму на них руку мою, на них, на вот эти вот народы, Вавилон, Эдом, прочие все окрестные, мелкие народы, которые грабили, угнетали и пленили израильтян, они сделаются добычей своих рабов. Все у них перевернется». Ну, собственно, в конечном итоге, когда персы победили Вавилонин, то именно так. Персы, бывшие, в общем, вассалами, подчиненное положение, занимавшее в Вавилонской империи, сделали сию господами. «Ликуя веселись, честь Сиона, говорит Бог, потому что вот я приду и поселюсь посреди тебя». Снова обещание Божьего присутствия. «Я приду и поселюсь посреди тебя». Однако, здесь мы видим еще один чрезвычайно важный аспект в этой теме избавления Израиля в разговоре о том, что эти народы, угнетавшие Израиль, неправы, виновны перед Богом и станут добычей рабов своих, а Израиль Бог помилует, будет посреди него. Да, Господь еще говорит, «И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом». И вот эта весть, которая оказалась слишком твердой пищей на самом деле для народа Божьего. На протяжении полтысячи лет после этой проповеди Захарии так, в общем, и не получилось у очень многих в Израиле на это согласиться. Бог говорит, «И другие тоже прибегнут ко мне и будут моим народом». Эта тема для Захарии очень важна, он к ней возвращается и возвращается. Будут моим народом. Как? Это же мы, твой народ? Да, но те, кто ко мне прибегнут, тоже войдут в число благословенных Богом, в число народа Божьего. Вот это, собственно, наверное, одно из самых ярких проявлений того, что называют пророческим универсализмом. Веру пророков в то, что все народы призваны Богом и из всех народов, боящийся Бога, угоден ему. И более того, вот как говорит здесь Захария, «они прибегнут, прибегнут Господу и станут тоже моим народом». Разделение, таким образом, по этническому принципу. Ну, в общем, вещь сугубо временная. Сугубо временная. Что тоже, в общем, неплохо бы не забывать, потому что 25 веков прошло, и тоже современные люди, очень многие, бьют себя пяткой в грудь и рассказывают, какой они народ богоносец. А вообще не предусмотрено. Предусмотрено, что мы все будем у Бога одним народом, его народом. Вот. И я поселюсь среди тебя, и тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Вот тогда Бог будет присутствовать посреди своего народа, когда путь к Богу будет открыт для всех народов. Когда народ Божий сможет быть инклюзивным, включать в себя, обнимать с собой людей самого разного происхождения и не попрекать их этим происхождением. И вот в этом есть некоторое тайно воцарение Бога, когда Бог будет посреди Иерусалима присутствовать. Для того, чтобы подчеркнуть, обозначить эту тайну соединения Божьего и человеческого миров, пророк здесь говорит в последнем стихе главы «Да молчит всякая плоть перед лицом Господа». Вот пусть все, всякая плоть молчит в смирении перед лицом Господа Бога, потому что Он поднимается от святого жилища своего, чтобы прийти к людям. Вот это тайна, которая требует благоговения от каждого человека.